Всем привет, с вами я, Олег О4 Хлеб К сожалению, говнюков не сможет сняться в сегодняшнем ролике Когда он шел по улице, на него напал какой-то придурок Олег Дебил И теперь он снимает месяц в реанимации челлендж А мы сегодня будем снимать 24 часа в помойке челлендж Вот наша помойка Мы в нее сейчас залезем и будем сидеть там целых 24 часа Ну что, хлеб попер? А теперь и моя очередь туда залазить Ого, тут есть чипсики Как вкусно Э, раз, два, три Алё, всем здорово, с вами я, Олег Дебил И с вами мой Олег Дебил Продакшн И сегодня мы будем снимать новый топовый пушечный пранк Мы сегодня будем кидаться в бомжей петардами И смотреть, как они на это отреагируют Итак, вон помойка, я видел, что туда залезли какие-то бомжи И сейчас я кину в них петарду Корсар-4 Черт возьми, граната, хлеб, вылази Хлеб, хлеб Итак, похоже, бомжам не понравилось то, что мы жили в их помойках И они закидали нас гранатами Поэтому отныне мы объявляем войну бомжам И завтра будет новый челлендж 24 войны с бомжами челлендж Всем привет, с вами я, Олег О4 И моя команда Говнюков Привет И сегодня мы будем снимать новый офигенный топовый пушечный челлендж А называться он будет Дай денег бомжу челлендж Итак, мы присмотрели уже одного бомжа Вон он стоит И он будет нашим первым бомжом Пойдем, подойдем к нему Здравствуйте Это же вы же вонючий бомж, у которого вообще нет денег Здравствуйте Да, я вонючий бомж, у которого совсем нет денег Вот Держите пять тысяч Купите на них себе еды Ого Это мне Спасибо большое Теперь я смогу купить себе каску с плоскогубцами Как мечтал всю жизнь Ну или так Итак, прошло уже целых пять лет Мы раздали почти все мои деньги бомжам И вот, смотрите Это же тот самый бомж, которому мы давали деньги в самый первый раз Пойдем, подойдем к нему Привет, бомж Вспомнил меня? Здравствуйте Да, я вас вспомнил Пять лет назад вы дали мне денег И я смог купить себе каску с плоскогубцами Спасибо вам большое Присмотрите, пожалуйста, с плоскогубцами Я схожу в туалет Да, я сейчас вернусь Только дождитесь меня Обязательно Конечно, мы без проблем посмотрим за вашими вещами А, это я, Леонель Месси Не узнали... Ой, плоскогубцы Не узнали меня До свидания О, боже мой Это же был Леонель Месси Я за ним не успеваю Черт возьми Опять этот Леонель Месси Украл мою куртку и мои плоскогубцы Как и 10 лет назад О, нет Кажется, Леонель Месси Украл нашего бомжа куртку и плоскогубцы Мне кажется, надо его найти Догнать И хорошенько отмудохать Здравствуйте Здрасте Я совсем не работаю И у меня совсем нет денег И чё? Пошёл нахуй Здравствуйте Здравствуйте Я вас вспомнил Мы же с вами виделись 5 лет назад Да, мы виделись с вами 5 лет назад Я совсем не работаю У меня совсем не было денег Сейчас ни хрена не изменилось Ааа, до свидания Всем привет С вами я, Олег О4 Габнюков Ха-ле И сегодня мы будем охотиться на Леонеля Месси Потому что он украл нашего бомжа В предыдущем выпуске куртку С плоскогубцами Так, я придумал обалденный план Мы пойдём работать в кофе Дадим ему бесплатный кофе В который мы подмешаем яд Пойдём Так, вот мы устроились работать в кофейню Вот кофеварка И мы сейчас будем делать кофе Леонелю Месси Вот он идёт Здравствуйте Я бы хотел купить у вас кофе Но у меня совсем нет денег Здравствуйте Я же вас сразу узнал Это же вы, Леонель Месси Я могу вам сделать бесплатный кофе Да, вы сразу узнали меня Спасибо большое Я вам очень благодарен за бесплатный кофе Так, вот стакан В который мы будем наливать кофе Леонелю Месси Давайте досыпанем немножко яда. Так, добавляем водички, чтобы яд размешался. Размешиваем хорошенько. Вот, все готово. Мы добавили в кофе яд и... Попадос. Ну и дебил же он, конечно. Я бы все равно это пить не стал, он же на всю кофе не орал, что он до яда добавил. Всем привет, с вами я, Олег О4, Гавнюков Халет. И сегодня мы поползем на огромную гору, в которую еще никто никогда в жизни не забирался. Гора Микеланджело. Мы стоим уже около подножия этой горы, хлеба мы оставим здесь, чтобы он сторожил. А то вдруг какие-нибудь хулиганы-бандиты придут и захотят убить меня, и забрать мою ламбу и гелик. Ну что, поползли на гору Микеланджело. Гавнюков, ты со мной. Какой крутой склон. Я не могу по нему подняться. Гавнюков, чувствуешь, кто-то напердел? Это ты, что ли, напердел? Ладно, поползли дальше. А, как тяжело. О, вот подъем, почти на самый верх, и мы почти забрались, гавнюков. Мы на вершине гавнюков. Гавнюков, мы на вершине, мы на вершине гавнюков. Фух, наконец-то мы забрались на самый верх этой вершины. Ого, там какая-то пещера, пойдем ее исследуем. Ого, здесь какой-то старец. Или это таджик? Уважаемый старец таджик, почему здесь так воняет говно? Это было очень давно. Когда-то две очень могущественные семьи враждовали друг между другом. А у глав этих семей были сын и дочь. Они безумно любили друг друга, но из-за того, что семьи враждовали, им не разрешали встречаться. Ночью они встретились на нейтральной территории и убежали в Таджикистан, езжи, брат. Слушайте, это все, конечно, очень интересно, но говном-то почему воняет? А, это, я не знаю, я пришел, тут уже насрота было. А, все с тобой понятно. Гавнюков, пойдем отсюда, мы никогда не узнаем, почему тут говном воняет. Стой, не уходи, там внизу тебя подстерегает великий воин, с которым ты не справишься. Твой друг хлеб уже повержен. Что? Хлеб, брат? Я сейчас исчезну, но все-таки я передам тебе форму. Абу-бандита. Блин, ватсок, в этой форме вообще пофиг на всех. Делай, что хочешь, по кайфу, что хочешь, делай, брат, всех нагнешь. Я тебе отвечаю, ватсок, всех нагнешь, всех. Я передаю тебе свою суперсилу и брат, если драка неизбежна, бей первый. А, взял и исчез. Тут насрота непонятно откуда, а он исчез. Ничего не рассказал, вот козел. Скорее, нужно спасать хлеба. Субтитры сделал DimaTorzok